Итак, всем привет, с вами НТПГ, продолжаем играть за французскую коммуну. Теперь это уже пролетарская коммуна, товарищи. И мы, в принципе, плюс-минус готовы к войне с Германией. Уже, думаю, готовы к войне с Антантой. И потихонечку помогаем в Индии помеждать с нашей коммуне, да. Как бы мы прям уже реально неплохи по промышленности. Армия потихоньку заполняется. Конечно, есть еще здесь ребята, которые в обучении находятся, но дойдут как-то. Самое интересное, что мафия удерживает юг очень уверенно. Она воюет одновременно со всем Рейхспактом. Еще Австрия туда залетела каким-то образом, непонятно. И что-то как-то, блин, грустно они себя показывают очень. Я, кстати говоря, вспомнил, что нам бы еще было бы хорошо убрать себе вот этот дебаф. И добавить себе вот этот баф, да. Ну, думаю, мы это сделаем. Но вот уже где-то к моменту войны. Вот сейчас, которая должна начаться. Ведь нам уже дали событие, что Франция готовится к нападению. Значит, мы будем сейчас готовиться к атаке Испании. Португалия, кстати говоря, где? Португалия нигде. Значит, мы потом будем готовиться к высадке в Францию, на Северную Африку. А дальше там мы, не знаю, типа Канада. Можем, в теории, помочь или победить коммуне. Посмотрим, как будет развиваться событие. Поехали. Тем временем мы прекрасно видим, что происходит в Германии. И знаем, что они доделывают либеральные фокусы. Они, кстати говоря, очень сильны по всяким бафам. Да, тут НП, там производство, туда-сюда. Вот это все. Очень много хороших бафов, на самом деле. Но ничего. Мы тоже не ликом шиты. Лыпа, наверное. И вот у нас появляются средние танки. Будем делать что-то не сильно дорогое. Но при этом надо, чтобы это что-то было достаточно хорошим. Ну и нечто такое. 16. Немножко со стоимостью, скажем так. Но нормально. Я думаю, наша экономика должна это потянуть. И только иконку, пожалуйста, дайте мне. Ну, блин. Давайте хотя бы, хотя бы вот такую. Будем производить именно их. Легкие танки пока у нас полностью отменяются. Я не хочу никакие, наверное, легкие танки производить. И давайте десяточку закажем. Дальше там посмотрим, надо будет нам еще больше или нет. Постепенно будем их добавлять. И, конечно же, закупаем им нужные ресурсы. И вот стоим мы перед выбором идти в левую или правую ветку. И я думаю, чтобы определиться на абсолютно вражеские дивизии. Здесь почти нету танков. Здесь одна пехота. Если еще, я принимаю, ответственно, решение пойти в правую ветку. Ну, слушайте, вот здесь вот тоже мы потихоньку-потихоньку, но допушиваем этих ребят. Я думаю, нам будет сопутствовать успех. Вот и французская республика объявила нам войну. Следующее, пора бы нам уже, я думаю, все наши дивизии под генералов ставить. Здесь, забавный факт, у Ворошилова второго уровня с плюс один, плюс один. Все еще все статы один. У него казалось хорошим выбором, но похоже, у него все очень плохо со статами. Ну и вот таки я пришел к выводу, что можно вот этого Генрия поставить на, так сказать, дистанции. Потому что, ну, гибкого стратега неплохо ставить на как раз-таки защитного фельдмаршала. Так что, да, давайте его и назначим. Здесь, конечно, у нас куча хороших генералов, но я их подназначаю, скорее всего, именно в армии. А этот парень пускай со своим гибким стратегом на гарнизонах командует. В принципе, вроде нормально. Дальше здесь командует горнострелками парень с танковыми этими. Вот, точнее, господи, с горным стрелком. Здесь фельдмаршала танкового нам бы поставить вот этого, я думаю. У нас никого получше нету. Ну да, вроде как он подходит. Вот этого еще... Не, давайте-ка вот этого парня. Он выглядит прям очень хороший для танков. Давайте так и сделаем. Далее. Тухачевского можно поставить пехотным фельдмаршалом. Наверное, я так и сделаю. У нас была альтернатива. Я видел вот этот парень, тоже очень, прям очень хорош. 5 атаки, у него уже есть приспособленец, пехотный командующий. Но я думаю, все-таки Тухачевский лучше подойдет, потому что блестящий стратег. У него больше будет статов при грейдах. И у него уже как бы будет прорыв. Плюс 10%. Ну а здесь кого-нибудь уже поназначаем не сильно важного, я думаю. Еще вопрос, останавливать ли тренировки? Я лично думаю, нет. Кроме того, я заранее наш флот перевел вот сюда на юг. Ну вдруг что-то он здесь может поделать. Подлодками я так не сделал, но я думаю, что и не стоит подлодки, если что, по-моему, проходить. Ну-ка, сейчас узнаем. По-моему, все еще, да, должны быть нейтральные, спорные. Да, вот, враждебные подлодки все еще могут проходить, так что с ними так можно не волноваться. Такой как расставили. Генерал у нас здесь неплохий. Вот этот фельдмаршал. Но технически его поставят фельдмаршалом только, чтобы он тоже параллельно качался. А здесь несколько похожая ситуация, но это пойдет. Хотя, слушайте. Три-два-два-три, штабис. Нет, давайте, может, поменяем этого парня на что-то получше. Вот, к примеру, вот этот парень, Паул. Паул, конечно, первый уровень, но он уже мастер боя в холмах. Команда, если команда нам не сильно полезна, вот мастер боя в холмах, вот здесь вот пригодится. Здесь будут в то время холмы. Кроме того, он пускай накачивается. А вместо этого мы отсюда сможем 4 дивизии забрать. Я думаю, как раз-таки вот отсюда я бы забрал 2 дивизии. И вот сюда. И отсюда тоже сюда. И у нас еще одна дивизия. Надо сейчас будет думать, что куда засовывать. Отправим ее в Швейцарию вот сюда. Потом надо будет еще австрийскую границу крепить, но он до этого еще время дойдет. Кроме того, у Швейцарцев здесь уже что-то есть. У Швейцарцев еще куча здесь фартов. Так что я очень доволен, что мы заняли эту территорию. Британия сразу хочется помочь. Конечно же, ее призываем. Вопрос лишь, когда призовут, собственно говоря... Так, давайте всех вскорим по позициям. Когда призовут Испанию. Вот это движется к возвращению Европы. Удачи им с этим, как говорится. Вообще нет ни удачи, но у них и не будет удачи. Да, вопросы в Испании. Здесь у меня все ребята обучены, они готовы бы воевать. Можно сюда сразу авиацию. Пока Германия вроде как вообще не планирует ничего делать, что этим можно и воспользоваться. Вот и Испанская Республика была призвана. Давайте-ка сразу вот эти самолеты сюда. Здесь есть стратеги. Стратеги могут поработать по фортификациям. Вдруг там что-то будет, да. Я знаю, хочет нам Англинглис отправить. Давайте. Делаем, чтобы все работали всегда. И мы в принципе готовы к наступлению. Пускай эффективность только еще наберется. Британия сразу просто, по-моему, начинает... Нет, она начинает готовить выстку, они готовят. Ладно. Я показал, что они уже типа готовы к выстке. Я здесь, кстати говоря, немножко наши подлодочки раскидал по разным группам. По моделям, в общем-то. Они сейчас распределятся и начнем сразу Испанию душить на море. И мы в принципе готовы и наступление здесь вести. Душить на земле. Поехали. И доктринка вот у нас уже подкачивается еще дальше. Отлично. Кроме того, у нас... Да, постоянная пехота готовится новая. Надо бы еще нам выкачать авиационную доктрину. Переключаем вот сюда наш дух. И поехали вкачивать. Нереально нормально. Так, уже половина есть. Отлично. Здесь можно тоже дух сделать. Давайте вот этот, наверное, возьмем. Нам он все-таки пригодится. Здесь нам на самом деле пригодился больше вот этот. Но по факту нам, в любом случае, придется потом воевать с вражескими истребителями. А это самый лучший для этого дух. И я думаю, можно было бы вкачать морскую доктрину. Но между этим... Так, подводные нам не нужны рейдеры. Либо размещение, либо ночная атака. Но я думаю, ночная атака отмножение, потому что здесь еще заметность 5. Просто, я так понимаю, всегда. А здесь нам нужно маневрирование и координация. Отлично. С этим все готово. Теперь. Да, нужно командующего. Наверное, давайте вот этого парня. Хотя. Блин, это... Типа флот. Не, ну, смотрите. Просто на обычный флот мы, наверное, хотели бы этого на размещение. Объективно говоря, у нас кораблей мало, поэтому размещение нам не нужно. Поэтому давайте вот этого парня назначим. Там посмотрим. И вот так вкачиваемся. Ну, испанцы, конечно, имеют здесь горы. Но мы имеем, так сказать, испанцев. Независимо от этих гор. По одной простой причине... Там, черт возьми... Нет, дивизии. По одной-две дивизии для гор, но это маловато. Извините меня. Там происходит бой с вражескими подлодками. Опять-таки, мы авиацию можем туда вот это перебросить. Почему бы нет? И у нас хватает авиации здесь. Давайте добавим сюда вот так авиацию. И я ее буду тренировать, как у нас будут появляться новые самолеты. Причем замечу, именно испанской дивизии даже в принципе нету. Здесь именно французы пытаются какую-то организовать оборону, но неуспешно. А вот уже и падает один из испанских больших городов, Барселона. Наши войска беспрепятственно ходят в испанские территории. Вот так, Барселона, наконец-то, наша. Барселонки флот, кстати говоря, тоже нам помогают здесь присутствия на море иметь. А вот там мы встретили флот, если что, Антанты, наконец-таки. Наш флот, конечно, говно редкостное. Но вот с испанским каким-нибудь вот таким, я думаю, даже он может справиться. Почему бы его не заиспользовать немножечко? Верно? Я думаю, да. А мы здесь укрепили немецкую границу. Я думаю, можно сразу бы нам поработать над шифрованием-дешифрованием. Потому что это важно для, в принципе, любых боев. Вот, получается, небольшое окружение. Надо его, наверное, сразу ликвидировать. В принципе, да. Венесуэлла обеляет еще войну в Вест-Индии. О, Венесуэлла социал-демократа. Они, конечно, движутся к правильной цели, но не доходят до нее. Здесь эти ребята к нам еще не присоединились. Вот эти уже присоединились и находятся уже в войне. Отлично. А да, мы здесь победили. В общем, там можно пойти помогать. Вручную буду немножко, где можно помогать своему флоту. И после, когда с окружением, можно выстроить теперь общий фронт. И, собственно говоря, им уже и двигаться полностью во всю Испанию. Если что, этот парень 2 левела уже взял за вот это вот небольшое противостояние. Мы потихоньку руками начинаем не спеша продвигаться дальше. В принципе, сопротивления здесь все еще особо нет. Игорьич хочет присоединиться к нам? Да, конечно. Вот наши войска и входят в Мадрид. Недолго, так сказать, он продержался. Недолго французы тут танцевали. Там окружение тоже потихоньку. Здесь тоже сейчас планируется окружение. Хоть они не спеша не происходят. Думаю, Испания осталась совсем немножко. А я вижу очень важную битву с флотом Антанты, которую мы проигрываем. Это не очень удачно. Да, но, наверное, мы вряд ли что-то можем особо сделать. Максимум, я могу помочь. А, нет, не могу. У меня у этих самолетов нет варианта морской атаки. Жаль, жаль. Значит, не можем никак помочь. Ай, правда. Ну и вот мы окружали их войска. Сколько тут уже потерь? Слушайте, это индивид не считается. Ну, нормально, нормально. Потихонечку, потихонечку набиваем. У нас только 11 тысяч. Сейчас пробьемся, думаю, к Сивили. И там уже плюс-минус будет кап. Подлоски мы тем временем рейдим очень хорошо. Да, Испания республика капнула. Отлично. Тут, может, даже можно посмотреть. Ход на конвои. Блин, все опять написано. Ладно, странно. Нельзя сказать, сколько мы конвоев так потопили. Хотя было бы, кстати говоря, интересно это число и правда узнать. Но мы не можем так просто. У нас эти четыре дивизии очень хорошие дивизии. Я бы их отправил, наверное, вот сюда. Нет? Смотрите, какой у меня фронт считается самым... Где у меня самые жесткие дивизии? Хороший вопрос, если говоря, где? Как будто нигде. Ну вот здесь. Ну вот здесь идет прямо сейчас уже битва. Давайте вот отсюда заберем четыре обычные. А четыре жесткие отправим вот сюда. И оттуда вот сюда заберем дивизию еще. Вообще, типа, кое-как у нас вроде есть прогресс по морю. Так, да. Ну да. Надо, кстати, самолеты сюда перебросить. Ну так, я бы сказал посредственно. Посредственно, потому что это яишко занимается им, а не я. У меня-то флот девять верфей я произвожу только подлодки. Может, есть смысл какие-то, не знаю, авианосцы поделать, но даже не уверен. И я думаю, надо наши гарнизоны теперь и на Испанию тоже распространить, потому что теперь тут тоже могут быть выставки. Кстати говоря, то, о чем я говорил, у нас должна быть цель сопротивления минус 200. Наверное. Смотрим на наш прекрасный модификатор. Цель сопротивления минус 200. Цель сопротивления 10%. И, а, предусмотрение от минус 49 до 10. Блин, прикольно так сделано. От минуса 49 до 10. Ну, допустим, ладно. Но, я так понимаю, лимит 10, да? Благодаря этому. Нет, мы реально можем все держать, в принципе, на гражданской этой, гражданской надзоре. И не волноваться ни за что, потому что это самое большое подчинение дает. Нет гарнизона еще повышает, так что нам, наверное, не нужно. Хотя давайте посмотрим. Нет гарнизона. Нет гарнизона тут тоже до 10. То есть, фактически, мы можем без гарнизонов все держать. И у нас никто не должен выставать. И дальше 10 силы сопротивления, да? Ну, по ощущениям, да. И по ощущениям, отлично. И у нас получается, что у нас подчинение будет просто спокойно расти. Наверное, да. А, нет, нет гарнизона, нет прироста подчинения, да. Так что все-таки гражданский надзор нам нужен. А британцы высадились в Франции. Французская республика, если быть точнее. Супер. Я чувствую, что мы реально Антанту капнем до, в принципе, Германии. А потом уже полными нашими силами, готовыми, отправимся в Германию. Вопрос, как до Канады добраться. Конечно, вот эти ребята нам могут помочь. Но они не зайдут в Альянс. Вообще не очень понимаю, что у них по фокусам. Может, у них вот это вот смешное экономические и политические последствия после гражданской войны начались. Хотя, по факту, они же недовоевали. Без прекращения огня. Прекращение огня, типа, случилось и что? Все, они, типа, остановились, ничего не делают или что? Что это за следующий этап? Очень хороший вопрос. Итак, тыгнусь я на США, чтобы просто посмотреть и рассказать вам. Вот оно. Есть. Нарушит перемирие. Да. Другой вопрос. А сколько перемирия это длится? Дебаг решения. Это, 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 мне не интересно. И по фокусам, смотрите, тоже у них ничего не разблокировано. Ну, то есть, им реально просто надо нарушить перемирие. Я думаю, просто ради того, чтобы игра продолжалась, надо это сделать. Потому что иначе, я чувствую, это никогда не произойдет. Потому что я помню, что я играл тоже за каких-то левых. И эта война была, типа, бесконечной. Ну, то есть, они не воевали, в принципе. Видите, у нее даже галочка нажата, они готовы нападать. Я считаю, что мы должны дать им палитку и нажать эту кнопку. Потому что иначе, ну, это будет бесконечно. А, ну, что это за такое? Америка просто вот так вот сидит всю игру. Это неинтересно. Так что там начинаются события свои интересные. А мы... Так. Говорите, да. А мы сейчас будем начинать войну с нашу с Канадой. И нужно придумать, как туда высадиться. Франция-то вроде Британия уже победит. И меня это устроит. Кстати говоря, у нас же есть, так сказать, туз. У них в руках... Ну, вы поняли. У них в тузу наш есть рукав, так сказать. Давайте попробуем досюда доехать. Будет сейчас прикол, как говорится. Франция... Галочка, ты сейчас умрешь. А эту армию можно перебросить, я думаю, сюда. И начать наступление до Туниса. Мир в огне опять. Казер воюет снова. Германия на нас все-таки напала. Вот это подлая Германия. А мы-то собирались жить в мире. Ну, точно. Так, здесь у нас армия кое-какая есть. Кстати говоря, не очень много. Честно говоря. Я очень не зря сюда поставил дивизии дополнительные. Австрию, наверное, пока что. Ладно, пускай так и остается. Будем ждать, что они будут делать. Нам пока наступать здесь неинтересно. Нам нужно покончить с одной угрозой. Только чтобы потом перейти к Германии. И устроить крик. Миллионы семей вновь лишатся мужей. Потом. Альянс с Болгарией. Ага. Слушайте. Слушайте. Ну, да. Я, наверное, не позовусь сразу в войну. Но, вообще, да. Вполне себе. Теперь у нас единственный есть, так сказать, нюанс, как говорится. У нас теперь еще с Германией война на море. Германия тоже имеет, как ни странно, флот. Причем, принято, большой. И, понятно, что они качественные. Но у этой Ишки тоже флот некачественный. Так что она, скорее всего, проиграет войну на море. И мы не сможем, скорее всего, ей в достаточном мере помочь. Нужно планировать наши собственные кринжи-марины, так сказать. Или, точнее, литля кринж. Наверное, это будет так по-французски, да? Вряд ли, на самом деле. Но, допустим. И я принимаю решение, что надо закрыть немножко экономику. Потому что нам не хватает резины. А импортировать ее, ну, очень неудобно сейчас. Типа, мы можем только вот так импортировать что-то, чтобы нам не топили конвоя. Ну, и здесь у нас наступление очень успешное. Алжир пал. В принципе, я думаю, Франция достаточно скоро пойдет. И здесь наши танки успешно достигли юга Франции. Господи, это Либерия. Это очень удачно. Очень удачно. Сейчас там произойдет наш любимый тузовой маневр. Вы же согласитесь войти в войну со всем миром, да? Второе господство террора провозглашено. Отлично. Конечно, они согласятся. Кто не хочет устроить тотальную войну, верно? Теперь у нас берется фокус следующий. И скоро мы уже выйдем на все бафы к шифрованию и дешифрованию. Это тоже даст нам неплохие бонусы в войне. Сатар написал... О, я, кстати говоря, все еще дебаф включу. Надо выключить. Книгу о войне в Валжире. Прикольно, прикольно. Освобождаем уроженцев бывших французских колоний. Они должны вернуться и покинуться в Валжире. Да, да. За освобождение Африки. Мы освобождаем Африку. Если кто-то с нами не согласен, то очевидно, что он не настоящий сторонник свободы рабочих. Кстати говоря, есть фронт еще вот здесь, но... А, Британия не в войне. Здесь вот надо так сделать, да, чтобы Марокко тоже теперь можно было наступать. И мы реально сейчас, я думаю, освободим Африку. Здесь, конечно, война предстоит долго, но тем не менее. Естественно, у нас удача кому-либо пропушить. У нас здесь стоит огромное количество пехоты. У нас здесь укрепления стоят. Единственное, нас очень жестко бомбят. Давайте попробуем этому, конечно, помешать. Насколько это возможно. А это, ну, вроде должно быть более-менее возможно. Давайте посмотрим, что по потерям. Эффективность мы еще только набираем, верно? Слушайте, ну, вообще, как будто адекватно. У нас еще очень мало хороших самолетов, но мы распменяемся только в плюс. Эффективность у нас выше, обнаружение у нас выше, потери у них, соответственно, больше. Меня это устроит. Вот так вот Германия пробует куда-то пробиться, но удачи им в каких попытках. О, наш флот встретил, кстати говоря, немецкий флот какой-то. И он его побеждает? Что? Как? Так, вы что, шутите? Вау. На самом деле, вау. Давайте тогда что? Я бы хотел шутки шутками. Давайте подкачаем тогда наш флот. У нас есть тех, которые можно вкачать и улучшить наш именно текущий флот. Просто вот это, вот эти две линейки прокачать и прокачать вот эти грейды на урон. И в принципе мы уже бафнем, что у нас есть. То небольшое, что у нас есть. Да, мы реально, типа, разбили флот Германии какой-то, который был больше смешно. Даже немножко. Надо, конечно, я думаю, подчиниться нам. Но факт в том, что мы это сделали, и теперь можем атаку крупных кораблей плюс 12 что вкачать. Отлично Я конечно предпочитаю не миксовать Перки под лодок и Основные, но в принципе Эти статы так качаются вместе и там и там Так что нормально Блин, но британцы реинфорсят битвы, в которых им не нужно быть Вот такие вот Где у противника очевидно намного больше кораблей И это приводит к лишним потерям британцев Ну не знаю, я не думаю, что мы сможем Просто здесь 4 авианосца построить и победить Потому что мы во-первых В порядке сможем 4 авианоса так быстро построить Которых этого может и не очень хватать Призываем всех войну, почему нет Главное, чтобы Норвегию случайно не капнули Вроде как все в порядке, если говоря, Болгарию Ух, слава богу, никто не призывал и я бы не хотел пока И у нас есть Некоторые, скажем так, проблемы С топливом Я думаю, эти ребята здесь навсегда Потому что топливо, оно все-таки заканчивается И смотрим, у кого можем купить Топливо, не отправляя Конвоя, и слушайте Его очень много, так что Можно не волноваться О, смотрите-ка Нас пытаются здесь пробить Но не очень Удачно у них это получается Я вообще не против всех таких попыток атаковать Так, швейцария, не война была, а теперь по войне Потому что Они просто теряют ресурсы на это Мы даже, может, какие-то фармим Но вообще вряд ли Но главное опыт, на самом деле, фармим А еще, я думаю, надо всеобщую мобилизацию объявить Типа Да Смотрите, нам точно надо? Да, я думаю, точно надо И на всякий случай сразу вот так тоже И мы расправились с Францией в Северной Африке Потихоньку сюда пушим Ну так, очень потихоньку Думаю, сейчас уже будет кап Да О! Кап сразу настолько Настолько сразу, что и вот сейчас Забираем территорию И я думаю, мы еще постараемся собрать и их флот тоже Вроде у нас должно хватать очков А с их флотом, слушайте Немецкому флоту будет сейчас очень не сладко, я думаю Потому что кораблей здесь, черт возьми, до хрена Да, я просто буквально смог забрать весь флот в Францию Давайте посмотрим, сколько это кораблей Это 67 кораблей, 14 литкоров, 5 линейных крейсеров Тяжелый крейсер, 2 легких, 39 эсминцев и 6 подлодок То, чтобы этого было достаточно, чтобы победить Но, слушайте Все с чего-то начинается Этого же достаточно, чтобы давать бои, как минимум Давайте теперь займемся Марокко Потом эту армию поведем, я думаю, просто на всю Африку И у нас что остается, господи, как много стран Здесь нам нужно Канаду капнуть Как доехать до Канады? Я вижу только вариант Помочь синдикатам победить в гражданке Чтобы они к нам зашли Плыть на Франции вот сюда Ну, как-то, как-то, наверное, нет Сложновато Хотя Если мы сможем капнуть Данию Или какую-нибудь Исландию Куда-сюда, портами Ну, вот только если так Но это все очень тяжко Ладно, я думаю, на этом мы и закончим нашу серию текущую Очень неплохо у нас началась война Она наступала, но она была не готова Она не прикрыла еще свои туза Ну, классическая ошибка, ребята Всегда прикрывайте свой туз Мы капитулировали Францию, Испанию Остается тут буквально только Канада, реально Из боевых таких стран Немножко и чушная Африканская республика, наверное Ну и, конечно, Дейли здесь Почему учиться с коммуной Бхарата Но это очень надолго Я думаю, все Это, наверное, закончится позже нашей войны с Германией Германия просто такая Ну, мы обилив вам войну Ну и, да, вы там это Не расслабляйтесь Мы с вами воюем, если что Как бы, да Ну, вы знаете А вы, ребята, тоже не расслабляйтесь И подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны Оставляйте лайки, комментарии Дискорд, тысячи вступайте Все как обычно До скорых встреч Пока